дорогие друзья добрый день давно не показывала вам свои бегонии сегодня хочу показать вообще честно говоря особо то и показывать нечего осеннюю пересадку своих бегоний я видео записывала есть на моем канале там очень очень подробное видео на целых 30 минут я показывала и бегонии какие пересаживала и какие горшочки использовала и какой грунт в общем то все это подробно есть и с тех пор со своими бегониями я ничего больше не делала то есть тут пересадила их и дальше просто ухаживаю значит сейчас середина декабря так сегодня у нас 13 декабря мои бегонии растут на подоконнике при естественном освещении без дополнительной подсветки и на этих подоконниках я бы сказала еще и прохладно значит 12 где-то 15 градусов на подоконниках если будут морозы за 20 градусов то на этих подоконниках температура в прошлом году у меня опускалась до 7 градусов пеларгонии чувствовали себя прекрасно зимой на этих подоконниках как поведут себя бегонии еще будем смотреть но насколько я читала интересовалась у людей у которых большой опыт выращивания бегоний то в общем то вроде бы как вот эти температуры до 7-12 градусов это не критично для бегонии единственное нужно следить за поливом что касается подсветки я проживаю в таком регионе что у меня в общем то самые темные зимние месяцы это ноябрь декабрь там начало января ну то есть где-то в среднем два месяца получается я считаю что это не так уж много и поэтому с подсветкой я не заморачиваюсь вот в январе уже будет добавляться световой день и ничего в общем то страшного с бегониями не случится если же у вас световой день ну то есть вы живете там где-то я не знаю в сибири на севере у вас длинные длинная зима большой вот этот период коротких световых дней тогда скорее всего вам конечно же нужно задуматься о том чтобы бегонии все-таки досвечивались потому что если их долго держать в полу тени скажем так то листья теряют свой окрас вот они сами кустики становятся такие знаете как лысенькие вот и в общем то потом весной пока это все нарастет лучше досвечивать чтобы ну растение быстрее и лучше перешли вот этот переход зима весна-лето так поливаю я свои бегонии несмотря на то что подоконник у меня прохладный каждый день через день даже вот грунт у меня с мухом с фагнумом и вот вчера поливала бегонию вот может быть вот этот кустик сегодня не буду поливать вот этот вот кустик вот уже даже сейчас надо полить верхний слой подсох это говорит о том что в принципе с бегониями все в порядке вот то влага что я им даю она растением поглощается и испаряется если же вы поливаете свои бегонии видите на что грунт остается все время влажным то значит вам нужно что-то наладить полив потому что либо вы заливаете их вот даете им воды больше чем нужно либо же там не в порядке что-то с корневой системой вот так вот так значит у меня сортов бегонии 5 покупать новые какие-то сорта и создавать коллекцию именно бегоний я не планирую потому что бегонии достаточно крупные растения и они занимают очень много места которого у меня нет вот у меня большие подоконники и у меня всего лишь на подоконнике стоит три кустика максимум еще четвертый я могу могу туда впихнуть до впихнуть невпихуемым как говорится но это уже будет тесно а в тесноте бегонии все-таки не хорошо выращивать вот они должны расти в просторе у меня кто-то спрашивал показать как цветут бегонии вот такие цветочки невзрачные они одинаковые у абсолютно всех сортов вот значит я когда вижу что бегония зацвела я беру и сломывая эти цветы почему я это делаю ну во первых бегонии у меня декоративно-лиственные то есть я их выращиваю не для того чтобы любоваться цветами а для того чтобы любоваться листьями да во вторых вот эти цветы они а подашки они в общем-то засыхают падают на листья в грунт и потом может в зимнее время вот особенно где-нибудь какой-нибудь грибок заплесневеет что-то в общем-то это не нужно увидели что цветет цветы убираем то что бегония цветет это очень очень хорошо потому что если бегония выпускает цветы значит куст делится вот и если будете хорошо ухаживать то будет вот такой вот будут такие пышные вот кустики у меня вот тут 34 даже розетки вот весной снова эту всю красоту скорее всего нужно будет пересаживать и к осени будет пышный кустик вообще заметила что лучше всего бегонии растут все-таки весной лето они какие-то заторможенные и вот осень очень хорошо растут прям на глазах сейчас давайте поговорим о размножении бегонии с листика значит у меня как я уже сказала 5 сортов бегоний 4 сорта бегоний я прекрасно размножалась листика вот сразу лист укореняла в грунте и отсаживала потом где тогда спустя время и все росло все у меня получалось один сорт ds белая замша сколько раз я не пробовала размножить этот сорт с листика в общем то ни один листик у меня не прижился абсолютно все листы у меня просто сгнивали я даже на своем канале записывала видео рассказывала показывала что он вот ну никак не размножается у меня этот сорт и в комментариях одна женщина мне написала что чисто случайно тоже у нее вот sds белая замша была такая проблема и она чисто случайно как-то там укоренился у нее листик во мхе девочки и мальчики во мхе и вот она мне дала совет попробовать этот сорт размножить способом укоренения листа во мхе в общем то что я и сделала собственно говоря и вот смотрим да я не подписывала дату когда я укоренял а тут фрагмент листа но это где-то месяца три назад было точно значит действительно во мхе фрагменты листьев укоренились вот вот тут вот вот это фрагменты листьев и дали деток и здесь вот я смотрю как минимум две хорошенькие детки которые уже нужно отсадить вот буду отсаживать отсаживать уже детки буду втор в чистые маленькие стаканчики и буду ставить в тепличку дальше был такой вопрос о тепличках для бегоний вот обязательно ли использовать теплички для деток бегоний значит я считаю что обязательно потому что в бегонии посмотрите ну вот это детка да а вот допустим взрослая бегония у них очень тонкая листовая пластина вот и поэтому бегонии если у них ну мало до корешков еще вот как у деток вот они очень чувствительны к влажности воздуха поэтому тепличка для выращивания молодых бегоний обязательно вот пока не окрепнет бегония пока вы не увидите что детки трогаются просто все таки я считаю что они должны быть в тепличке теплички и под хорошим освещением вот даже какой-то там конденсат который скапливается на стенках теплички он по моему опыту нисполичка не вредит наоборот способствует тому что листочки не вянут не портятся они такие зеленые сочные вот поэтому там конечно смотрите сами какие у вас условия но я думаю что тепличка для бегоний обязательно хочу пожелать вам всем всего хорошего мира добра и благополучия всем пока 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 пока